привет дорогие зрители и вы смотрите марафон по выживанию space engineers нет я не остался без базы база у меня есть просто несмотря на все эти степи я покажу вам кое-что я не решил показывать вам долгий процесс бурения долгий нутный процесс бурения под землей поэтому я вам сразу покажу что я сделал значит после того как я сделал бур я решил его расширить я вам потом покажу и я решил сразу начать бурить базу под землей вот так вот ну я не стал его делать с идеальным почему потому что первая моя цель это обезопасить мой корабль а для этого достаточно всего лишь пробуриться вниз чтобы он сюда залетел и внизу как бы в сторону то есть получается эффект горы только как бы горы не приходится то есть искать гору так горы далеко до них еще лететь вот я хочу в целостности и сохранности сохранить свою капсулу и вот я сварганил вот из того буру что вы видели в прошлой серии вот такой вот чудо-юдо и благодаря этому я начал буриться но этого недостаточно сейчас я объясню почему сейчас значит здесь надо также выключить прожекторы вот кстати здесь должно было быть четыре прожектора непонятно почему их три ну ладно прожж назовем и мы их просто выключим выключились отлично а один слетел зачем три было и что я решил сделать и решилась весь свой корабль блин тут не убивайся в скалу я решил весь свой корабль превратить в один большой бур и это тоже занимало очень много времени это было скучно поэтому я решил сделать вот такой вот скажем ну совместить две идеи чтобы они были как бы полезны я закончил все пуры только что и поэтому решил записать уже четвертый выпуск посмотрим что у меня получится значит вырубаем на полную мощность вот кстати хорошо было бы приделать прожектора все таки так да они потихоньку бурят прогуливают себе место но прежде чем я начну что-либо делать мне действительно нужен прожектор так прожектора у меня сейчас нет я включу просто прожектора моего этого самого этого самого собачки приехали прибежали стать собачки когда прыгают сюда они уже сразу умирают то есть они даже не выживают и поэтому по их по их нему поводу я тоже вообще не переживаю а сейчас мы значит забудемся глубже и метеоритов вообще можно не беспокоиться вообще то есть уже четвертый выпуск а я уже смог скажем обезопасить это поверьте это не так много часов делает включаем значит движки открепляемся чуть-чуть а ей нет 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 стоп 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 кажется баг игры опять себя показал знаете иногда такое бывает в этой игре существует баг баг заключается в том что гравитационное поле почему-то перестает действовать и начинается вот такая вот фигня то есть ты клавиша c у тебя не работает банально просто попробую к и выключить двигатели вот видите я выключил двигателя я все еще висю в воздухе и даже этот шасси даже не касается земли то есть я она будет вот висеть в воздухе дурацкий баг сейчас перезайду в игру надеюсь этот баг закончится я буквально буквально сейчас и так дорогие друзья я вернулся и наконец-то как видите я когда нажимаю клавишу c я могу снижаться потом подниматься это самое важное для меня было потому что так настраиваем по прицелу и включаем и куримся вперед так же очень важно чтобы был учтен нижний уровень надо немножко приподниматься и опускаться как видите дело идет просто шикарно так выравниваем кораблик наш потом продолжаем значит наш нашу попопию так 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 а теперь вперед буквально по миллиметру ну большими кусками сейчас мы вбуримся как чуть-чуть давай-ка вот так вот отлично потом мелкие неровности убрать будет легко но главное что пришли как это филлоу хотел бы понять с какого соображения говорится что щит филлоу так 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 кораблик не стукайся об дно приподнимись аккуратненько и вперед вот буримся 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 вот видите дальше и дальше под землю как говорится о-ка мне кажется уже хватит буриться потому что у нас здесь магний типа хотя блин магний в этой игре достать можно будет в избытке поэтому даже не боюсь поделать так вот так вот так вот надо чуть-чуть над потолком поработать немножко назад а ей так 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 смотри чтобы процарапать потолок что ж ты меня обманываешь никак не лову так копаемся дальше копаемся 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 так мне кажется что уже пора восстановиться хорошему вот так вот как вы видите мы даже добурились до магнезиума в этом магния ну вот вот уже я думаю под каким отвесным углом должен попасть метеорит чтобы раздолбать мне корабль вот то есть ну это уже совсем другая история ну я думаю что мы уже можем вполне целесообразно начать строить базу ну базу здесь да сейчас сейчас я сяду на свой верхний драндулет и попробую подровнять крышу потому что как видите что-то свисает неровностей много так включаем включен отстегиваемся значит назад назад аккуратненько вот так вот видите здесь все работает в этой игре все предназначено для ювелирного управления то есть до до миллиметрового надо быть аккуратным запачки наверно пусть пришли такс вот так вот и уже не страшно ну как не страшно немного страшно конечно но стоит проявить немного аккуратности и страшно уже не так сильно так ну что ж дурим осталось буквально несколько штришков чтобы закончить всю эту часть так вперед вперед вот так вот так и так насколько я знаю немножко расширил потолок наш свод сделав наш вылет отсюда немного безопасным но меня это конечно не устраивает это все было сделано с единой целью с целью с целью значит построить нечто другое кстати вот здесь очень много от собачек оставшихся кусочков которые хорошо бы подобрать так сейчас так вот и ну предупреждаю что у меня будет так же много колесной техники потому что все делать на движках этих это не очень эмоционально да именно по этой самой причине кстати я вот уже хочу что я хочу я хочу уже начинать строить базу потом база будет в принципе вот даже можно было бы распиливать этот корабль хотя нет рано еще рано его распиливать лучше строить вот здесь вот рефайнер и все такое да самое лучшее решение которое можно но для этого нам надо улучшить наш бур потому что мне ой 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 боже куда ты упал а что происходит вот видите еще один баг этой игры это баг называется привидение стайл то есть когда ты спокойно проходишь сквозь текстуры я не понимаю на какой черт этот баг вообще как он тут появился почему мой корабль становится вот таким вот похоже мне придется опять перезаходить в игру и начинает немного бесить вообще-то если честно интересно мой малый бур тоже такой же да да все объекты которые назначены на меня сквозь них можно проходить мне опять придется перезаходить в игру за огромное количество багов и как же как же это меня бесит я снова перезагружусь ребята сообразие какое и так наконец-таки я перезагрузился перезашел еще раз и видимо этот глюк отпустило есть такое предложение сделать значит бур тут еще круче или же просто развернуть корабль и избавиться от этой глыбы я думаю что повернуть корабль и избавиться от этой глыбы будет более рационально потому что хоть и более опасно но что поделаешь в принципе как опасно нельзя это назвать опасным надеюсь тот прошлый баг не вернулся блин даже страшно при его упоминании так блин вернулся ну вот я же говорил какая-нибудь хрень опять вернется и функционал C не работает я хотел бы выяснить по какой причине это происходит дорогие друзья если у вас будут предложения пожалуйста об этом и так я загрузился заново убрал этот ужасный баг как я его ненавижу затем я загрузился еще раз и у меня опять исчезла гравитация так что там творится просто какой-то кошмар баг на баги но я чую что вот этот вот баг с гравитацией и вообще эти баги появились с установкой некоторых модов я подозреваю это по-моему live camera fits вот я временно выключу этот мод может быть из-за него произошли все эти вещи все эти злосчастные так копай дружок копай вроде бы получается вроде бы все не так плохо да получается так уху уху это вышло пока все правильно даже пойдем чуть в луп эти прелести все-таки огромного бурового корабля на лицо и почему у меня вообще затем такая затея была я хотел очень большой очень большую систему базы с подъемниками очень полезной фигней ведь собак сейчас прийти упадет и все финита для комедии так кажется мне надо чуть-то вниз добурить вот 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 м теперь немного правее нет нет да правее главное что еще чтоб все было ровненько я такой придира вот почти 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 а еще что-то не говорит что я могу повернуться и покопать даже другую сторону и никакой митинг баунт мне теперь не страшно чтобы не случилось что мой корабль будет безопасность так вот делаются у нас тела такс еще чуть 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 повернуться да вот так вот поплыли что ли вперед не время Не в лоу. Вот так вот. Никакого и не лоу. Уперся, значит, что-то такой борзый. Сейчас задаешься моими бурами. Все. Можем приземляться. Я даже думаю, что можно уже даже строить немножко базы. Мне нравится то, как он крепко становится. Давайте что-ли подровняемся. Вот так вот. Ладно. Сделаем равны. Так что ли? Что ли? Опа. Оп. Все. 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 Ура. У меня теперь есть огромная территория под базу. Вот она пробурена. Вот она пробурена. И мне не страшны метеориты. Осталось только вот тут внизу подровнять чуток. чтобы можно было, скажем, поставить блоки. А это плевое дело, ребят. Так. Это очень плевое дело. Так. Включаем. Отцепляемся. Отцепились, но выключились. Так. Сейчас мы отлично все проделаем, подровняем. Ммм. Так. И летим вперед на гребнях счастья. И мы сделаем так, что мы соединим, значит, этот корабль с нашей базой. И в конце концов не будет понятно, где база, где корабль. Так как я собираюсь сделать все-таки отдельный большой бур. Щит обыгла. Ой. Блин. Альт, альт. Так. Ам. Включаем. Вырезаем. Вставляем здесь. И так. Так, 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 так. Хм. Идем в самый угол. В принципе, нет. Надо еще немного вот здесь в углу добурить. Катки. Чем будет ниже начинаться уровень, тем хорошо. Тем лучше. И не такой придерживый по поводу труб, как такие люди. Поэтому, даже если они будут в полной поверхности, мне так страшно. Так кратично для меня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, все... Основу для базы мы... Разметим сейчас... Station... Кстати, он... Интересно, подходит к нему... Нет, не подходит... А мы сделаем вот... Под этот... Под этот... Уровень... Под этот... Под эту ровную... Блин... Ровную... Под этой ровной ничего не осталось... Итак... Мы... Сейчас... Выберем ту самую границу... Которая здесь была... Прежде всего... Так... Как бы тут... Собачек-то... Прибежали бы... Хорошо... Пом-пом-пом... Стальных блоков... Как всегда... У меня нет... Ну что ж... Ладно... Сейчас закажем... Ой-ой-ой-ой... Нет... Ну вот вы видите... Опять эта... Хрень началась... Опять я сквозь текстуры... Летаю... Туда-сюда... Кстати... Может быть сесть за руль... И это все закончится... Ой... О... И водорал закончился... Вообще прелесть... Ааа... Чем же... Чем же я такую карму-то заслужил-то... О... Хотя тут... Не... Разваливается... Интересно... Эта машина тоже сквозь... Текстуру проходит... Сейчас проверим... А нет... Не проходит... Этот баг связан... Я так понимаю... Только со мной... Да... Этот баг связан только со мной... Ну да ладно ребята... Я вам показал свою затею... Сегодня... Как... Значит... Я решил строить базу... Как ее решил сделать... Мейдить... И так далее... И... На этой веселой ноте... Надеюсь что она веселая... Я пожалуй... С вами попрощаюсь... Ставьте лайки... Подписывайтесь... Я думаю что... Следующий... Эм... Выпуск... Я уже... Проложу... Каркас базы... Точнее... И... Познакомлю вас с тем... Как... Идет... Нынешнее... Мое выживание... До конца... Вот... А пока... Задача номер один... Вот тут сверху... Опустить... Собственно говоря... Вертикальную линию... И... Найти способ... Значит... Добраться... До... Корабля... Чтобы он стал материальным... А не призрачным... И потом решить что делать... Так что такие вот дела... С вами был Лур... До скорых встреч... Пока-пока...